хорошо всем привет еще надеюсь что будет сегодня видно и слышно мы с Вероникой сегодня вам представим класс на большом мяче большой мелочь как правило есть дома у многих и если нет то приобретите обязательно этот предмет и Вероника уже кто не знает это девочка которая девочка девушка которая пришла к нам когда ей было девять лет и с тех пор занимается в нашей студии и она опять мне поможет провести этот класс мы начинаем вы готовы мяч где-нибудь рядом положите вы потом его возьмете мы начинаем по традиции с дыхания сесть высоко поймать внимание в среднюю линию почувствовать седалищные бугры и толкнуть макушкой потолок или вы можете подумать о кувшине который стоит на голове тяжелый и вы его выталкиваете и наблюдаете как включается корсет руки положите на ребра сделайте вдох и почувствуйте как ребра толкают ладони выдох ребра убегают от ладони и выдох переходит в живот почувствуйте как мышцы живота помогают воздуху выйти из легких дышите в свободном состоянии старайтесь чтобы не было напряжение нигде где-либо если тяжело сидеть высоко то можно лечь несколько дыханий направлено внимание на работу ребер межреберных мышц на вдохе и на выдохе на живот старайтесь чтобы не участвовать и на плечи шея не напрягалась голова хорошо и есть затем садись в бриллиант стопы вместе колени в сторону и руки как тебе удобно мы сделаем тазовые часы сидя возможно не все знают про эти тазовые часы у вас теперь таз циферблат это лобковая кость и копчик это там 6 12 и правая правый седоречный благор и левый это 3 9 неважно какие цифры просто переклоняете сейчас таз на лобковую кость потом на копчик лобковая кость копчик 12 6 12 6 стараться без движения ног стараться только чувствовать движение таза вперед назад затем нейтраль и вправо-влево маленькое очень движение правая и левая седалищные бугры потрясающие тазовые часы по моему первая познакомила нас категория одна из наших преподавателей пилатеса эти часы и она рекомендовала делать их каждый день и затем делаешь кружочки на себя вправо от себя влево на себя и нейтраль и в другую сторону на себя лево от себя вправо на себя и нейтраль хорошо и есть теперь мы начинаем разминку садись опять по турецки берете мяч право мяч под правой рукой рука максимально прямая натянута почувствуйте как натягивается кожа и толкните макушкой потолок отсюда нажимаешь рукой на мяч от спины почувствуй когда ты нажимаешь на мяч рукой без ума у тебя поднимаются ноги вот нажми и вот ну без ума сделай без ума покажи как это происходит то есть когда нажимаешь ноги хотят помочь и живот чувствуется не сильно постарайтесь отпустить ноги чтобы они были совершенно вялые и не двигались и продолжайте нажимать рукой на мяч от спины и вы сразу же почувствуете как живот включается немножечко отклонись назад хорошо есть затем левая рука в сторону и поехали русалка наклон вдох и вернуться в центр и еще вдох и вернуться в центр и еще два и еще один хорошо есть и меняешь стороны мяч по другая рука вторая рука на полу пока натягиваешься и нажимаешь рукой наблюдая как включается живот рука не хочет нажимать у нее есть сложно и если вы нащупаете вот это ощущение когда рука все-таки нажимает без движения ног вы почувствуете очень активное включение мышц центра и одновременно вот это ощущение отталкивания от мяча вытяжение вверх раздвигаем позвоночник и затем правая рука в сторону и русалка 4 раза вдох и вернуться в центр чуть больше от замах делаешь замах вытягиваешь бок делаете вдох растягиваете межреберные мышцы возвращаетесь и еще вдох и возвращаешься в центр хорошо теперь мяч перед тобой тоже обе руки на мяче натягиваешься и нажимаешь руками без ног то есть стараясь чтобы ноги были совершенно лялые и подвижные и ищешь как это сделать чуть-чуть отклонись назад поймаем это ощущение как будто тебя засасывает вверх нажимаешь отталкиваешься от мяча раздвигаешь позвоночник и включаешь корсет вот четкое ощущение когда ты нажимаешь наоборот ощущение вверх а не вниз то есть старайся отталкиваться от мяча и расти и связь с животом затем вдох скручиваешься вперед толкаешь мяч вперед вытяжение максимальный наклон и потом максимально руками не переступая по мячу затем максимально и потом тянешь мяч на себя и разгибаешься разгибаешься в грудном отделе возвращаешься скручиваешься вперед опять ты делаешь наклон вниз взгляд в живот затем в пол затем в мяч и поднимаешься разгибаешься разгибаешься да хорошо и еще два круглой спиной выходишь вниз выдох и на вдохе разгибаешься с взглядos просто и опять вдох Вдох, разгибаешься, округляешь спину, возвращаешься, взгляд в живот. Еще два раза. Вдох, разгибаешься, с удовольствием просто потянись и хвостиком вернись назад, каждый позвонок выстроить по воображаемой стенке. И еще раз. Вдох, разгибаешься и возвращаешься круглой спиной, возвращаешься и вырастаешь. Хорошо. Теперь ноги выпрямляешь, руки назад и делаем стопы. Сделай просто круговые движения, расслабь немножко ноги после вот этих по-турецки положений в одну сторону круги. Затем в другую сторону. Мы не будем делать полный комплекс для стоп. Он, насколько я знаю, представлен у нас на канале. Хорошо. Затем ноги соединяешь. И вот четыре части стопы еще делаем. Пальцы, стопы, пальцы, пятки. Пальцы, стопы, пальцы, пятки. И еще пальцы, стопы, пальцы, пятки. Пальцы, стопы, пальцы, пятки. Хорошо. И достаточно. Продвигаешься вперед. Мы начинаем тихоньку основную часть. Ложишься на спину, так, чтобы голова лежала на коврике. Берешь мяч в руки. Ноги, включаясь в позвоночник, находишь центр и поднимаешь одну, вторую ногу без движения, без дергания живота и плеч. И побудем немножко. Напоминаю, что это такой достаточно продвинутый класс. Подразумевается, что вы, ну, уже в теле у вас есть пилатес, что вы знаете, что такое нейтраль, что вы знаете, как включаться, что вы знаете, как стабилизировать плечевой пояс, таз. То есть об этом не будет сильно говориться, но все равно я постараюсь это напоминать. Хорошо. Ты включаешься руками, стараешь почувствовать спину и живот. И отсюда рукой водишь назад, правую ногу вперед. Вытолкнуть в длину и вернуть. И еще вытягиваешься в длину и вернуть. Вытягиваешь ногу правую, тут потом левую, а руки назад. С такой амплитудой, с которой позвоночник совершенно неподвижно совершенно справляется. То есть он должен быть прижат к полу и не двигаться в процессе движения. Давай еще раз. Правая, левая и возвращаешь. И теперь вот замечательный кусочек, вот потрясающе работает здесь живот, руки, у тебя мяч к правому колену, двумя руками держишь, да. Отсюда левую ногу выпрямляешь, одновременно нажимая на мяч коленом и руками и возвращаешь. Делаешь движение вытолкнуть и вернуть. Насколько хочешь усилить нагрузку, настолько ты и делаешь ключевое, чтобы туловище не двигалось. Четыре раза, затем выпрямляешь обе ноги, правая рука у тебя остается на мяче, а левая рука за головой. И ты едешь правой рукой по ноге, поднимаешься максимально высоко и стоп. И теперь левую ногу опускаешь вниз четыре раза, вниз и наверх. Ключевое не двигается тело, то есть за ногой к полу еще не едет. Затем ногу опускаешь внизу, стоп, и едешь по мячу четыре раза вверх и вниз, и ты стараешься тянуться в потолок, а не вперед. То есть ты смотришь на мяч, смотришь на потолок и тянешься туда. И достаточно, опускаешься вниз, отдыхаешь. Достаточно сложная нагрузка, и вы можете увеличить ее, нажимая сильнее на мяч ногой и руками. Вторая нога тоже самое, мяч к левой ноге, две руки, ты пока в нейтрале работаешь, включаешься, и поехали, нога вытягивается, одновременно нажимаешь коленом и руками на мяч, вытолкнуть и вернуть, вытолкнуть и вернуть. Хорошо, затем обе ноги выпрямляешь, правая рука за головой на затылке и едешь мячом вверх, едешь, едешь, едешь максимально и стоп, и затем правая рука, нога опускаешь вниз и наверх четыре раза, вниз и наверх, и еще два. И еще один. Оставляешь ногу внизу и едешь на мяче вверх, в потолок, дышишь обязательно, обязательно дышите, не задерживайте дыхание. И еще два. И еще один. Да, отлично. Опускаешься и отдых. Здесь уже мяч, давай я помогу тебе, я даже не помогаю, чтобы не делала лишних движений. У нас планки мосты, ноги на мяче в удобном положении, ближе дальше, вы можете сами себе поискать. И руки пока внизу. Делаешь ховш, прокручиваешь позвоночник и нажимаешь на мяч ногами, на пол руками и опускаешь вниз. И еще ховш, поднимаешь таз вверх и опускаешь вниз. И еще два, наверх и вниз, и еще наверх и вниз. Хорошо? Затем поднимаешь таз вверх и поднимаешь правую ногу вверх, удерживая таз стабильным, опускаешь. Левую ногу опускаешь. Все время все тянем, еще два раза, вверх и вниз. Натягиваем ноги, натягиваем руки без напряжения сильного внешних мышц. Хорошо? Есть. Затем опускаешь позвоночник вниз. Руки поднимаешь наверх в потолок, и мы делаем уже это в балансах. Через ховш поднимаешь таз вверх и ловишь баланс. Задача не шататься. И опускаешь вниз. Ну, не шатается мяч. И еще наверх. Немножко будет рябко, потому что это мяч, никуда не денешься. Но не должно быть езды вправо-влево. И таким образом вы потрясающе центрируетесь. И еще один. Хорошо? Затем наверху стоп, остаться наверху. И делаешь движение руками одну назад, одну вперед, сохраняя это положение. Стараясь не шататься. Угу. Хорошо. И есть. И достаточно. Опускаешь руки, опускаешь, ну, или позвоночник потом руки. Ложишься на бок лицом к камере. И мяч между ногами. Ложишься, вытягиваешься в труночку. Удобное положение, опять же, мяча. Если мяч сильно большой, тоже это можно делать, но аккуратнее. И ты вытягиваешь ноги с мячом в стенку. Удлинить ноги, опустить. Нет цели поднять ноги высоко. Есть цель вытянуться. И внутреннюю поверхность подключить, потому что нас ждет такой сильный пресс. Затем наверху ноги оставить. Сжимаешь. Четыре раза сжать. Расслабить. Сжать мяч. Расслабить ноги. И еще два. И еще один. Опускаешь мяч. И нижнюю ногу вынимаешь из-под мяча. Верхняя лежит сверху. И теперь верхней ногой ты нажимаешь на мяч, и нижнюю поднимаешь вверх. Потолок. Потолок старается вверх. Да. Да-да-да-да-да. И одновременно, и это за счет того, что ты опираешься на мяч, тебе это помогает поднять ногу выше. И еще четыре. У нас внутренняя поверхность доля. Тоже очень такое. Когда нажимаешь, от живота нажимай, ты старайся, чтобы не было дергания где-то еще. Вот только нога. Хорошо. Есть. И достаточно. Собираешься. И ложишься на другую сторону. Поднимаешься, ложишься на другую сторону. Мяч в ногах. Натягиваешься. Может, дверь открыть, нельзя? Натягиваешься. Хорошо. Натягиваешься в длину. Есть. Находишь положение. И отсюда. Удлиняешь ноги, тянешь мяч в стенку. Задача дотронуться мячом до стенки. Отлично. Удлинить. Опустить. И еще. Угу. Хорошо. Есть. Затем на вилку остаться. Сжимаешь мячик. Сжать. Расслабить. Сжать. Расслабить. И еще два. И еще один. Затем вынимаешь нужную ногу. Все. Угу. Хорошо. Опора. Натянуться. И поехали. Нажимаешь на мяч, одновременно поднимаешь ногу. И вот за счет нажатия на мяч, это помогает и поднять ногу выше. Как рычаг. И еще. Угу. Здесь мы четыре делали. Еще четыре. Три. И еще два. И еще один. Есть. Хорошо. Ложишься теперь на спину. И ногами захватываешь мяч. У нас будет ворлак. Ноги внизу. На полу. Ноги внизу на полу. На полу. Да. На полу. Снизу захватываешь мяч. Руки назад. Ноги и стопы на себя. Ворлак и стопы у нас на себя. Хорошо. И поехали. Руки, ребра, спиной дальше назад. И помнишь, здесь нужно работать над тем, чтобы ты, насколько это возможно, не сдвигалась, ну не сдвигала ноги за собой. Сейчас цепляйся. Цепляйся. И ковс прокручиваешь в позвоночник, насколько возможно удерживаешь. Да. И лечь. Хорошо. И опять наверх. И сделай там пару раз сумму, а два раз без ума. Потому что без ума получается всегда лучше. Выкинь со стопы на себя. На себя. Ворлак и на себя. И вниз. Да. Так, зацепляешься, включаешь центр с помощью внутренней поверхности ног. И назад. И еще два раза, насколько возможно, прокручиваешь. Просто цепляйся за мяч и подольше там побудь. Ну, держишься за мяч и крутишь, крутишь, крутишь. И прокручиваешь позвоночник. Держишь, вот прокручиваешь. Вот сейчас таз, таз не опускает грудной. Да. То есть ты начинаешь с таза. И еще наверх. Подняться. Да. Потянуться вперед. И затем возвращаешься. И вот не трогая грудной, прокручиваешь таз. Крутишь, 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 крутишь. Да, 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 да. И лечь. Отлично. Хорошо. Есть. Теперь руловая. У тебя руки внизу. Да, ложишься так, чтобы ты была полностью на коврики. Ноги поднимаешь. Согнут. Через согнутые ноги. Не дергай с пола. Прямыми ногами это важно. Захватываешь мяч. И поехали. Рулловая. Четыре раза на себя. Параллельно полу пока держишь. Вниз опускаешь позвоночник. Прокатываешь его, выталкиваешь. И ноги вниз настолько, насколько ты можешь. Не отрывая спину от пола. И еще назад. Вниз. Удерживаешь мяч. И еще с мячом аккуратно. Если не уверены, с мячом прямые ноги вниз не опускать. Особенно в нейтрале. И еще один. И вниз. Хорошо. И есть. Затем джекнарф. Ты поднимаешь ноги на себя и наверх. И репайкл пил наше на реформере. И вниз. И еще наверх. И вниз. И еще почерче. Вот над лицом и вверх. Раз. Да. И вниз. И затем, когда ты остаешься наверху, когда останешься, можешь поиграться. Ноги сгибаешь. Ты хотела. Да. Выпрямляешь. Сгибаешь. Да. 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 Делай. Да. И в другую сторону. Давай один раз делаем. Вот это вот что-то такое можно делать, контролируя центр. Затем опускаешь мяч за голову. Тоже аккуратно. Это только продвинутый глаз. Кто может это делать? Ноги наверх можешь положить. И удерживая лопатки приклеенными к полу, крутишь, ну да, тащишь мяч назад. То есть стараешься не наваливаться, чтобы грудина не касалась подбородка. Да. И прокатываешь позвоночник. Это очень приятно. Если это получается, это очень приятно. И чуть-чуть ровнее. Здесь можно ровняться. Потому что видишь, ушел мяч немножечко влево. Хорошо есть. Затем аккуратно захватываешь мяч ногами и прокручиваешь назад, опускаешь позвоночник. Хорошо. Берешь мяч в руки, ловишь. Да. Здесь можно там передохнуть, например. То есть это, кстати, очень весело делать с детьми. Вот если дети занимаются пилатесом, например, и им стало скучно. Побросай мяч половину ногами. Помнишь, ноги наверх? Ага. Сейчас. Да, да, да. Да, да. При условии, что рядом нет каких-то бьющихся предметов. Это, кстати, достаточно сложно, не всякие взрослые вот этого подхватить мяч, чтобы вы понимали. Хорошо. И достаточно. Вот отдохнула, потому что мы сейчас будем делать живот. И сейчас мы начинаем семейство, мы делаем семейство сотни полностью от начала до конца. И пять упражнений. И начнем с сотни. Сотня будет на мяче. Она не столько сложная, силовая, насколько сложно держать стабильный плечевой пояс. Поэтому ты помнишь, совершенно неподвижен плечевой пояс. Ты руки поднимаешь вверх. Ноги сгибаешь в коленях, да. И отсюда выходишь в сотню. И спокойно там устраиваешься. И поехали. И вдох, два, три, четыре, пять. Выдох, два, три, четыре, пять. Выдох, два, три, четыре, пять. Вдох, два, три, четыре, пять. Выдох, два, три, четыре, пять. Вдох, два, три, четыре, пять. Выдох, два, три, четыре, пять. И вдох, два, три, четыре, пять. Выдох, два, три, четыре, пять. И меч. Ну, значит, кто пробует, отдыхни, выпусти руки, кто пробует, тот должен почувствовать, что это мега круто, Вероника, сделала мега круто, потому что всегда трясется мяч, ну, всегда. Но Вероника, конечно, здесь она просто потрясающе сделала, молодец. Берешь теперь мяч в руки. Мы будем делать вытяжение одной ноги, вытяжение двух ног, потом крис-кросс и потом прямые ноги вверх-вниз. И вытяжение одной ноги, ну, я вначале тоже объясню, когда вы поднимаетесь без предмета, человек поднимается, начинает там просто уже висеть в этом положении, на руках, на шее. Когда у вас есть предмет, вам есть что толкать все время, Вероника, поднимись, натянись наверх, и мяч, взгляд вверх тоже можно, и мяч просто приклеить к потолку. И во время всего движения мяч должен быть приклеен к потолку. И это постоянная, потрясающая работа живота, постоянная, она не прекращается, никто не может висеть. Опускайся вниз, отдых. И затем мы делаем вытяжение одной ноги. Вдох, поднимаешься наверх, выдыхая, и поехали, вытяжение одной ноги. Раз, два, три, каждая нога восемь раз, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, тренишься, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и лечь, отдых. Затем будет вытяжение двух ног. Сначала только ноги, потом вместе с руками. Ты вытягиваешься вверх, опять приклеиваешь мяч и все время держишь. Только ноги, вытяжение двух ног, вытолкнуть и вернуть. Ключевое здесь не двигать туловище, просто следите, чтобы ноги не тащили туловище. Согнуть ноги, и теперь вместе с руками. Вытолкнуть и вернуть. Вытолкнуть, спина прижата, и вернуть. И еще два, и еще один. Отлично, молодец, и лечь, отдых. Затем будет крис-кросс. Ты тоже поднимаешься наверх, впечатываешься, приклеиваешь мяч. Сразу выпрямляешь левую ногу и заворачиваешь мяч за правую. И поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Больше туловища, меньше рук. То есть ты туловищами двигаешься и тянешься на мяч вперед больше, по диагонали, куда-то, вперед, куда-то, да. И еще четыре, три, это сложно. Два и один. Хорошо, и ложишься отдых. Вот прям можешь сильно, ну то есть да, ты можешь положить ноги, мяч на живот, еще подними ноги тоже наверх, руки, наверх, можешь вот здесь, вот так, придержать. Ну то есть тебе должно быть легко. Теперь берешь в руки мяч, захватываешь ногами мяч. Ногами, да. Хорошо. Ноги держат мяч, внутренняя поверхность включена. Мы будем уже в сгибании, поэтому в принципе здесь можно опускать ноги прямые вниз, но опять же ключевое, не едет за ногами туловище и спина прижата. Руки за головой на затылке, ты впечатываешься вверх в потолок, вспоминаешь, что это вытяжение с мячом и опускаешь прямые ноги вниз и наверх. До тех пор, пока ты справляешься, то есть ты честно сама себе признаешься, до каких пор ты справляешься это делать. Вниз и наверх, и дышишь обязательно. Вот там, где тебе сложнее, ты делаешь выдох. Ну то есть, соответственно, вниз выдох лучше. А может тебе наверх сложнее, наблюдай. И еще два. И еще один. Есть. Хорошо. Отдыхаешь, опускаешь мяч на пол. На пол, да. Ну, между ногами. Мы будем делать масты, да. Ноги на мяч можешь. Давай немножко разгрузимся. Ногами обними мяч сверху. Руки в стороны. Немножко животом притяни. И вправо-влево покрути. Ноги вправо, голову влево. Это движение, ну, его можно делать как просто расслабление в промежутках. И опять же, это очень хорошая работа живота. И важно делать это не ногами, а талией, вот животом. Плечи лежат, руки лежат, совершенно не участвуют в процессе. Хорошо. Это есть. Теперь мы делаем мосты. Ставишь пилатесви на мяч. Ноги в сумму, ты сразу пилатесви. Колени в сторону, немножко в стопы брось. Должно быть удобное расстояние, чтобы вы могли от мяча отталкиваться. То есть мяч толкать в пол. Руки внизу вдоль туловища. И поехали. Тазы вверх. И вниз. Здесь хип-лифт просто делаешь сразу. Хип-лифт. Таз вверх. И вниз. Тебе должно быть удобно. Ногами толкаешь мяч в пол, а не вперед. Это тоже важно. Да. Хорошо. Теперь наверху стоп. И выталкиваешь ноги с мячом. Вытолкнуть и к себе притянуть. И вы видите, что это репертуар реформера. И еще. Вытолкнуть и вернуть. Вытолкнуть и вернуть. И опускаешь позвоночник. Чуть-чуть было высоковато, то лучше мы нормально. Через ковш ты поднимаешь таз вверх. Выталкиваешь ноги вперед. Опускаешь позвоночник плашмя и притягиваешь к себе. Ковш наверх. Вытолкнуть мяч. Опустить позвоночник и притянуть к себе. Ковш наверх. Вытолкнуть мяч. Опустить позвоночник и притянуть мяч к себе. И еще. Ковш вытолкнуть, опустить и притянуть. Другую сторону. Ноги вытолкнуть вперед, таз вверх. Подъехать и ковшом прокрутить от лопаток до нейтрали. Вытолкнуть таз вверх. Подъехать и вниз. Я даже подъехать говорю, делаю еще два раза, как на реформере. И вниз, и еще вытолкнуть таз вверх, подъехать, и опускаешь вниз. Хорошо. Это есть. Теперь нам нужно сделать что-нибудь, какое-то разгибание. Начинаем мы с маленького лебедя. Сейчас поднимаешься, сюда становишься лицом. Ложишься на живот. Нет, на живот сначала на мяч. Маленький лебед так делаем. Можно и с пола делать маленького лебедя, но мы сделаем с мяча, потому что очень классно. Повисаешь внизу, тебе нужно немножко ниже таз, дальше нужно от колени, так, чтобы вот эта зона не участвовала. Повиси немножко, вероника такая мокренькая. Это хорошо, молодец. И отсюда ты осознаешь, где у тебя ребра, и отсюда тянешь пол на себя, вытягиваясь грудиной, а мяч ребрами тянешь вперед. И вытягиваясь грудной, но сколько можешь, не отрывая ребер от мяча, и вниз. Вот эта зона не участвует. И делаешь, опять, в любом упражнении ищите оппозиционное вытяжение. То есть ты тянешь на себя пол, а ребрами, животом тянешь мяч вперед. И у тебя такое двойное включение идет. Во-первых, у тебя включаются руки, стабилизируется плечевой пояс. И во-вторых, разгибание идет с вытяжением, что очень важно. Еще два. Наверх. И вниз. И еще наверх. И вниз. Хорошо. Есть. Затем садишься в ребенка и потянись. Просто руки на мяч можно, да, и заодно мяч вы видите вперед. Да, хорошо. Сейчас мы сделаем большого лебедя. И мы сделаем его на полу, и руки будут на мяче. Если мяч большой, то есть вы должны будете смотреть, как, ну, подходит ли вам мяч. И выложишься на живот, здесь Вероника покажет, руки на мяч. И руки ты можешь положить максимально высотой, Вероника, помнишь, то есть если тебе это удобно. То есть если вам удобно, руки наверх, если неудобно, руки можно с боков или ниже, потому что это будет такой высокий подъем. И отсюда ты включаешься хвост, лобковая кость, тянешь руками мяч на себя и разгибаешься максимально в таз. Если разгибание, и опускаешься вниз. Если разгибание есть, если в позвоночнике нет проблем, то это очень приятно. Очень приятно прямо наверх положить и с удовольствием разогнуться. Но вы смотрите обязательно по себе. Если что, можно делать. Вот мы делаем, у нас был класс полотенца, мы можем на полу делать. Чем выше, тем сложнее позвоночнику. И вниз разгибаешь сначала грудной, который ты только что нашла, а потом выходишь в таз. Да, хорошо, есть, отлично. Руки возле плечи опять, оттолкнуться и сесть в ребенка. Ребенка, скажу, что уже на мяч, чтобы он не укатился, садись в ребенка, да, дотянуться. Хорошо, молодец. Мы затянем же, Юля, мы же начали позже, мы делаем час класс, да, хорошо. У нас тут сидит Юля опять, бессменный участник съемок, скромный такой. Вот она тут сидит. Хорошо, взгляд в живот, раскручиваешься и ложишься на бок. Мы на левом боку первым делали, да, туда ложишься, да. Хорошо. Ложишься на бок. Здесь, ложишься вниз, повисаешь. Да, хорошо. Здесь нужно, здесь самое основное, это найти хорошую опору на полу, но нога нижняя в опоре, но она не должна быть, я, кстати, все время туда смотрю, а нужно в камеру, но не важно. Значит, дошло только до меня. Значит, нога нижняя, она не должна сильно накружаться, но опора должна быть на нее, на нижнюю ногу. Поэтому, зависит еще от коврика очень многое и от штанов. Голыми ногами сейчас лето, ну, сейчас будет тепло, сейчас лето уже, у меня уже лето. Будет удобно, но если, ну, то есть вас не должно это раздражать, потому что люди начинают подниматься, падать, это неудобно. Поэтому устроите себя на нормальные штаны или в шортах, или, и чтобы коврик был удобный. Отсюда, немножко можно поскручиваться нижним боком вперед-назад, вперед-назад. Вот нижним боком катаешь мяч, чуть-чуть мяч двигается здесь, да, немножко. Да, 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 хорошо. Хорошо. Есть. Возвращаешься в центр и делаем подъемы четыре раза наверх, вытягиваешься в длину. Здесь ключевое в длину, то есть ты поднимаешься, нижним боком тащишь мяч и вытягиваешь руки в две стороны, так, чтобы кожа натянулась. Движение идет от нижних ребер, нижними ребрами тащишь мяч влево, и еще наверх, и вниз. Затем внизу стоп, руки за головой на затылке, немножко разгиваешься и взгляд все время вперед. И отсюда опять же нижним боком ты тащишь мяч влево, и еще наверх, и вниз. И ты думаешь только о работе в левую сторону. Правая сторона работает, но не сжимается. Хорошо, опускаешься вниз. Нижним боком выталкиваешь немножко мяч вперед, и грудиной тянешься вверх, тянешься вверх и вниз. И здесь тоже ключевое не скручиваться вперед и вниз. Вверх, все вверх. Сразу все включается. Хорошо, есть. Затем нижним боком мяч тащишь назад, может поправиться, если надо там руками. И вытягиваешься грудиной вперед, не зажимая вот эту зону. Тоже здесь ваши ощущения. Вы тянетесь, ты поднимаешься не вверх, а вперед. Ты только вперед хочешь коснуться грудиной. Да. Есть. Внизу остаешься, обнимаешь руками мяч. Обнимаешь мяч, натягиваешься, проверяешь шею. И поехали нога вверх и вниз. Вытащить ее от таза. Очень важно. Многие тащат от колена, от стопы начинает колено болеть, какие-то проблемы. Перетягиваете себе связку. От таза, от центра вытягиваете ногу. И еще два. И еще один. Хорошо. Затем ложишься опять на бок и руки за головой на затылке. Это достаточно сложно в балансе. Если прям падаете, руку можно на пол опустить. Ногу вытягиваешь в сеночку другую, да. И еще вытянуть и вернуть. И еще вытянуть и вернуть. Хорошо. Затем вперед-назад саткик. И вот здесь вот очень сложно в балансе. И ключевое мяч неподвижен. И если вы можете максимально увести ногу вперед на 90 градусов и больше, это круто. И мяч показывает сразу, правильно вы делаете или нет. Затем ногу уводишь до линии туловища и делаешь круги. В одну сторону тоже ты тянешь и рисуешь круги на стенке. Четыре в одну и четыре в другую. Не забывай дышать. Хорошо. И есть. Опускаешь ногу. Теперь правую ногу ставишь перед собой. Левая рука на полу. И протаскиваешь себя ногой. Отталкиваешься, выходишь в планку. Нормально тебе на полу рука? Надо коврик там постелить. Вот здесь разогнись. И да, не торопись. То есть ты находишь опору. Нашла опору. Может поищешь еще ногу там переставить куда-то. Найти опору на нижнюю ногу и руку. Оттолкнуться на лопатке не висеть. И отсюда, если нормально, ты поднимаешь правую ногу. И делаешь движение вот репертуар реформера. Ногу вперед, руку назад. Да, четыре раза. И вот здесь тоже можно тренироваться. Тяжело на мяче практически так же, как на реформере. Потому что чуть-чуть шоу можно сразу свалиться. Хорошо, есть. Возвращаешься. Правую ногу выводишь вперед. Шпагатик делаем. Ложишься на живот. Выстраиваешь руки. Тебе должно быть удобно. И обязательно стопу продвинь. Да. И тянешься с удовольствием. Пяткой назад. Да. Приятная растяжечка. Хорошо. Здесь можно так, можно дальше продвинуться руки. То есть, ну, любое положение удобное. Затем уводишь правую ногу назад. Садишься опять в ребенка. В ребенка. И отдых. Питя на мяче, да. Питя не смотрит. Нормально все? Хорошо. Хорошо. Взгляд в живот. Раскручиваешься и ложишься на другую сторону. Ложишься. Вытягиваешься. Правая рука берешь вверху, да. У тебя нога не стоит на коврике. Сдвинься еще. Сдвинься. Сдвинься. Сделал удобно, да. Хорошо. Значит, ты сделала подъемы. Руки за головой на затылке. И поднимаешься наверх. Локоть, да. В окно. В сеточку. И вниз. И еще. Наверх. И вниз. И еще два. И еще один. Хорошо. Затем нижним боком выводишь вперед. И тянешься вверх. И еще наверх. Я вообще не видела, что там у нас. Хорошо. Затем разворачиваешься. И вытягиваешься грудиной вперед в стеночку. Удлинить. Опустить. И еще. Удлинить. Опустить. И еще два. И еще один. Хорошо. Есть. И ложишься на бок. Ложишься на бок. Руки за головой на затылке. Натягиваешься. Разгибаешься. И поехали. Ногу вытягиваешь в стенку. Удлинить. Опустить. Немножко закрываешь ребра. Включаешься. Выдох. И еще четыре. Три. Два. И один. Приподнимаешь ногу. И делаешь движение вперед-назад. Вперед. И назад в ягодицу. Вперед. И назад в ягодицу. И стараешься сделать так движение, чтобы мяч был неподвижен. Это достаточно сложно сделать в балансе. И если тяжело сильно, то руку на пол. Хорошо. Затем ногу вытягиваешь в сторону туловища. И поехали круги. Четыре в одну. Четыре в другую. Рисуешь круги на стенке. Четыре. И четыре в другую. Хорошо. И есть. Затем левую ногу ставишь перед собой. Правая рука на пол. Выходишь в планку. Не торопишься верхнюю ногу поднимать. Удобно устраиваешься. Тебе удобная рука на полу? Ты стоишь на ребре. И на правой руке. И вторую ногу поднимаешь. Находишь баланс. Если ты чувствуешь, что тебе комфортно, ты вытягиваешь левую ногу. И делаешь движение. Руку вперед, ногу назад. Аккуратно. Репертуар реформера. Да. Четыре раза. Включаешься. Хорошо. И здесь вот можно на мяче тренироваться. Репертуар реформера можно практически полностью повторить. Хорошо. Есть. И достаточно. Затем верхнюю ногу. И ложишься на живот. Шпагатик. Вытягиваешься. Да. Хорошо. Катаешься вперед-назад. Руки дальше, ближе. Таз дальше, ближе. Тоже зависит это от мяча. Хорошо. И затем выводишь левую ногу. Садишься в ребенка. Отдых. Отдыхаешь. Хорошо. Есть. Раскрутиться. Взгляд в живот. Ноги выводишь вперед. И у тебя будут сломаны. Да. Ложишься на спину. Мяч в руки. Мяч в руки. Чуть-чуть вперед, чтобы голова легла. Вытягиваешь ноги вперед. Натягиваешься. Включаешься. И поехали. Четыре раза выходишь с клоуна. Наверх. И поднимаешься наверх. И вниз. Мяч катим по ногам. Мяч. И это и тяжело, и легко одновременно. Потому что это дает опору. Нужно поймать эту опору. И еще два. Подъем наверх. И вниз. Угу. И еще подъем наверх. И вниз. Хорошо. Затем ты поднимаешься наверх. Наверху остаться. И катишь мяч вверх-вниз. Поясница вниз. Опускаешь, поднимаешь. Опускаешь, поднимаешь. И мяч между руками просто прокатываешь. Удерживая ногами. Затем наверху остаться. И опускаешь правую ногу. Поднимаешь. И мячом одновременно и держишься, и увеличиваешь нагрузку. И еще два. Молодец. Отлично. И еще один. Хорошо. И опускаешься вниз. Хорошо. Есть. Теперь мяч в ноги. Поднимаешься наверх. И ноги в стороны чуть-чуть. Да. Ноги в стороны. Стопы на себя. Руки на мяче. Да. Руки на мяче. Хорошо. Сесть высоко. Тебе нужно чуть-чуть отклоняться все время назад. Потому что есть у всех в основном есть такая тенденция в наклоне вперед. Затем отсюда. Ты делаешь стопы на себя. Пятками вытягиваешься вперед. Седалищные бугры в пол. Макушкой вверх. Дотягиваешься во все стороны. Отсюда делаешь поворот влево сначала. Ну, пусть проходишь вправо. Я просто думала, камера изначала. Да. Возвращаешься. Затем поворот влево. Ну, вправо. Возвращаешься. И еще раз. Влево. Растягиваешься в две стороны. И вправо. Хорошо. Затем поворот влево. И наклон вперед. Максимально, насколько ты можешь. И ты мяч вытягиваешь вперед, а руку немножко назад. И возвращаешься. Мягче. Дыши. Спокойно. Все отлично. Поворот. И наклон вниз. И возвращаешься. И еще поворот. Наклон вперед. И возвращаешься. И еще поворот. И наклон вперед. Да. Хорошо. Возвращаешься. Садишься по турецки. И на мяче немножко повиси. Ты можешь вправо-влево покатать руками. Можешь сюда лужу взять. Это приятно тоже. Да. И вот так вот просто повисеть. И вот вправо-влево. Да. Такие перекатики. Да. Это приятно. Возвращаешься. И здесь. Можешь мяч подальше назад. Да. Сделай себе удобно. И еще к себе. От себя. И еще к себе. От себя. И затем прикинуть к себе. И немножко подержи. И подержи. Подыши. Расслабь руки. То есть это уже растяжка. Мы еще будем работать. Но немножечко отдохни. Угу. Хорошо. Вторая нога. Меняешь. Выпрямляешь ноги. Ногу на ногу кладешь. Да. И отсюда. Таз немножко. Правый таз. Чуть разверни больше. Да. И отсюда притягиваешь к себе мяч. И почувствую, как растягивается грушевидная мышца. При этом не разворачивается таз. Потому что мы на мяче его легко выстроить. И это приятно. Это приятное упражнение, которое нравится людям. Поэтому можете его делать. Можете еще такой вариант грушевидной мышцы. Растяжки. Хорошо. И затем к себе и подержать. И дышишь. Немножко расслабь пальцы. Угу. Хорошо. И есть. Затем колени к животу руками. Немножко покрутить право-влево кружочкам крестец. Вы прямо руками делаете такие кружочки. Угу. Хорошо. Есть. И затем таким легким перекатом поднимаешься наверх. Да. И ложишься на мяч. И теперь мы будем делать норок. Я видел. Сначала норок. Ложишься на мяч. Тоже очень приятное упражнение. Нужно найти правильное место. Таза на мяче. Угу. Хорошо. И отсюда ты выходишь сначала в планку. Ноги наверх. Включаешься. Да. И вытягиваешься грудиной вверх потолок. И вот эту форму ты стараешься все время держать. На вдохе ты вытягиваешься вверх. Разгибаешься. И выдыхая толкаешь мяч тазом. Поднимаешь ноги вверх. Да. И стараешься вот форму лебедя сохранить. И вот здесь, если руки едут, можно руками держаться просто за коврик. И тянуть коврик вперед. Угу. И еще два. И еще один. Хорошо есть. Аккуратно есть. Спускаешься вниз. Отдых. И находишь положение, куда ты будешь делать планки. Серия планов. Первая планка это будет просто отжимание. Ну, сначала мы подключаемся. Достаешься в планку. У тебя мяч тазом. Руки, ноги на полу. Да. Нет, ноги на полу тоже. Отсюда включится хвост, лобковая кость. Ты поднимаешь правую ногу, включая заднюю поверхность и кодицу. Опускаешь. Вторая нога. Поднимаешь. Опускаешь. Да. И еще правая. Угу. И левая. Затем, там, допустим, можешь немножко дальше руки продвинуть. Да. И две ноги вытягиваешь. Удлинить, опустить. Упираешь ноги в таз просто. То есть не проваливаешь поясницу. Хвост все время в земле. И еще один. Затем выходишь уже в планку. И руками вытаскиваешь себя вперед над руками. То есть руки должны быть дальше вперед у тебя чуть-чуть. А ты сама сзади. Вот так. И ты руками себя вытаскиваешь вперед над руками. И возвращаешь. Да. Планка. Тащишь себя над руками. Потом, если что, сдвинешься. Немножко больше ковша. То есть чуть-чуть живот подтяни. Да. Угу. Да. Отлично. И еще один. Хорошо. Затем делаем такую планку с отжиманиями. Ты подъезжаешь к рукам. Сгибаешь руки в локтя. Отталкиваешься. И затем на прямых руках вытаскиваешь себя вперед. И опять согнуть. Оттолкнуться. И теперь это у тебя уже планка. У тебя уже не левить. То есть у тебя ноги двигаются вместе с туловищем. В ровной линии. И еще согнуть. Разогнуть. Затем выйти над руками. Только отжимания. Согнуть. Разогнуть. Согнуть. Разогнуть. И еще согнуть. Разогнуть. Согнуть. Разогнуть. Есть. Теперь ты продвигаешься дальше вперед. Делаешь шаг. Шаг. Чтобы можно было выйти хорошо в позу ребенка на мяче. Выходишь в позу ребенка. Продвинь руки, если тебе нужно. Да. Находишь это положение. Отсюда выходишь в планку. Четыре раза. Планка. И в ребенка возвращаешься. Планка. И возвращаешься в ребенка. Да. И еще два. И еще один. Хорошо. Затем. Ты одновременно. Ты вот как бы проваливаешься руками. Выходишь в планку. Проваливаешься на руки. И потом в ребенке себя поднимаешь наверх. Да. И еще. Поджимания. Падаешь. И затем ребенком себя притягиваешь. И еще. Падаешь. Поджимания. И притягиваешь. И еще. Хорошо. И есть. Чуть отдохнуть и проходишь еще дальше. Надо тебе коврик еще. Можешь спуститься. Нет? Нормально? Да, да. Продвинься назад. И мы делаем слона. Это планка на руках. Это похоже на слона в реформере. Удобно? Выходишь сначала в планку. И отсюда прямыми ногами, ковшом поднимаешься на вес. Да. Находишь удобное положение. В удобное положение вы можете выходить сколько хотите долго. То есть вы можете спокойно выстроиться, продвинуться. Ничего не должно скользить. Ничего не должно раздражать. Хорошо. Есть. И достаточно. Отдыхаешь там. На мяче. На мяче. Да. Отдыхаешь там. И отсюда пробуешь выйти в баланс. Это такое тоже наше с Верникой личное. Мы когда-то игрались, кто дольше простоит, на мяче в этих балансах. Ну и сейчас нам уже... Сейчас, возможно, может даже Гореника больше на большом оборудовании работает. Поэтому может даже больше я бы не держать. Играйся. Да. Это игра. Это должно быть весело. Должно нравиться. И должно быть напряжение. Это сложно. Аккуратно. Не повторяйте, если вокруг вас есть какие-то предметы или животные мелкие. Хорошо. Спускайся вниз. Хорошо. Есть. Мы сделали планки. Вроде бы как все закончили, что хотели. И давай, наверное, сейчас разгибаешься. Садишься на мячик. Идешь вперед ногами. И с удовольствием разгибаешься. Разогнуться. Повисеть. И согнуть ноги. Здесь тоже голова должна обязательно лежать на мяче. Не отрывается. Если мяч, допустим, сильно маленький, ноги просто не будут разгибаться. Вот. Ничего страшного. Но голова должна лежать. То есть весь позвоночник должен лежать на мяче. Теперь останавливайся и полгунь там. Нариси чуть-чуть. Хорошо. Это есть. Затем ты возвращаешься. Становишься на колени перед мячом. Да. И ложишься опять на мяч. Очень хорошая тоже растяжка передней поверхности бедер. Опять же разгибания, которых мало не бывает в наше время. И вот здесь вы сначала ложитесь, а потом можете просто через ковш, тазом поднимать таз вверх. И за счет этого будет очень хорошо тянуться передняя поверхность бедер. Угу. Есть. Это очень красиво, кстати. Хорошо. И затем просто повиси немножко. Повиси. Можно руки бросить, раскинуть в сторону. Хорошо. Затем руки за головой. Помогаешь обязательно сначала голову поднимать, а потом уже отлокнуться. Тоже может в ребенке сесть. И мы заканчиваем класс. Я надеюсь, что класс снят, и мы его выставим, и вы его увидите. Мы старались. В общем, с Вероникой, особенно Вероникой. Вот. И мы будем рады, если вы посмотрите наш класс и пробуйте его сделать. И сейчас мы закончим таким, тоже это Вероникино, Вероникино упражнение. И не повторяйте, приходите лучше вживую к нам в студию, мы вас научим это делать. Не повторяйте его сами дома. Особенно, если еще вокруг какие-то предметы вокруг вас. Ты садишься наверх. Угу. Выходишь с разгибанием. На маленьком мяче ей сложнее, на большом легче. Это маленький мяч, да. И это очень круто. Поэтому не повторяйте, пожалуйста, сами. Хорошо, мы закончили. Еще раз повторюсь, были раны вас видеть. И надеюсь, что вы попробуете наш класс. Он вам понравится. Пишите, что любит в комментариях. Спасибо.